Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Сургут-24. Сонно-очистные сооружения в Федоровском реконструируют при помощи средств Фонда национального благосостояния. Из государственной казны выделили более 1 миллиарда рублей. Еще 270 миллионов рублей направят район и округ. Софинансирование субъекта в размере 30% – обязательное условие. Поэтому, по словам Андрея Трубецкого, проекты будут реализовываться постепенно. Это все миллиарды рублей. Это миллиард. Поэтому будем идти поступать. Сейчас вот после Федоровки, потому что крупный объект и населенный пункт – один из самых больших на территории района, не имеет очистных сооружений. И так вот каждый год планируем по одному объекту заходить. Главное, чтобы ФНБ летний закончился. Больше собственных доходов и дотаций, меньше дефицит. Депутаты Думы Сургута на заседании финансового комитета парламента рассмотрели корректировки, предлагаемые в бюджет города. Так поступили дотации из казны автономного округа на обеспеченность муниципалитетов и на индексацию заработной платы работникам муниципальных учреждений. Это в сумме полмиллиарда рублей, которые позволили уменьшить дефицит бюджета, что в свою очередь дало возможность мэрии не брать на эти цели кредит. Еще почти столько же денег перераспределили на другие цели. Они появились из дополнительных поступлений. Например, налогов на доходы физических лиц пришло на 467 миллионов больше, чем планировали. Основное увеличение связано с получением в большем объеме НДФЛ с дивидендов по акциям плюс 230 миллионов рублей. Увеличение составило от тех средств, которые были изначально планированы. И более 200 миллионов рублей – это непосредственно НДФЛ зарплаты. Считаем, что это в основном от крупных и средних налогоплательщиков. Отложенному на потом спортивному комплексу в западном жилом районе, похоже, дадут шанс на реализацию. Власти города представили депутатам список объектов, в отношении которых в следующем году планируется заключение концессионных соглашений. В нем только один пункт – крытый ледовый корт в 44-м микрорайоне на земельном участке между жилым комплексом «Новые ключи» и поворотом на привокзальную улицу. Этот объект изначально был в числе шести, что хотели отдать на реализацию концессионерам. Но тогда заключили первые пять соглашений, с последним решили повременить, так как неясно было, хватит ли имевшихся денег. По всей видимости, в мэрии все просчитали и внесли столь нужный для западной части города спортивный центр в перечень планируемых. После утверждения в администрации Сургута будут ждать предложения от инвесторов. Оценочная стоимость реализации составляет почти 370 миллионов рублей. Этот объект – спортивный комплекс с искусственным ледом, с предполагаемой мощностью 80 человек в час и площадью порядка 3,5 тысяч метров квадратных. Ассигнования на следующий год на данный объект предусмотрены. В Тюменской области запустили Центр по воспроизведению племенной индейки. Крупнейший репродуктор в нашем государстве мощностью до 12 миллионов инкубационных яиц в год введен в эксплуатацию в Исецком районе. Торжественное открытие цеха прошло с участием президента России. Владимир Путин подключился к церемонии по видеоконференц-связи. На предприятии предусмотрен элеватор с возможностью хранения до 20 тонн продукции. Производство комплекса может покрыть почти четверть потребностей всей страны. Первое яйцо планируется будет получено во втором квартале 2023-го. Всего планируется возведут 10 цехов. Новое предприятие уверены власти позволит успешно решить вопросы импортозамещения. Вместе с этим на объект смогут трудоустроиться более 200 специалистов. Это, в первую очередь, наша технологическая безопасность, но еще и биологическая безопасность, ветеринарная безопасность. То, что мы будем получать очень консистентное качество продукта отсюда регулярно. Ну, вот представьте, что если мы до этого завозили 30 миллионов яйца, периодически она летела самолетом, пересаживала самолет, потом машину, потом приезжала на одни из наших объектов инкубации. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С уже предчистовой отделкой. Не забывайте про экономию на ЖКУ до 30% и возможность купить квартиру без первоначального взноса. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Та-дам! Ваша мама! А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Домофон! Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Не грузятся картинки? Пропали лайки и клики? Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. В машину, в автобус, в офис. Реклама на радио. Выгодно, эффективно, просто. Выбери радио. Авторадио. Энерджи. Дача. Русский хит. Лаврадио. Позвони. 221-222.